Вырваться из городской суеты на природу, сменить душный транспорт на байдарку и несколько дней провести в кругу единомышленников в живописной местности. В Борисовской епархии прошел долгожданный слет сплав православной молодежи по реке Березине. Начался он совместный молитвы за божественную литургию и причастие святых христовых тайн. После чего ребята спустили платы на воду и путешествие, ставшее своего рода многодневной агапой, началось. В Борисовской епархии прошел долгожданный слет сплав православной молодежи по реке Березине. Начался он совместный молитвы за божественной литургией, после чего ребята спустили платы на воду и путешествие, ставшее своего рода многодневной агапой, началось. Такой сплав дает возможность молодежи увидеть живую церковь. Церковь сплоченную, дружную. Настоящим миссионером в сплаве по реке стала сама природа, созерцание которой настраивало ребят на молитву и мысли о Боге. Ночью около костра, под звездами, ты понимаешь, что ты являешься только маленькой частью этой вселенной. Вокруг тебя огромный мир, звезды, небо, ветер. И в то же время, хоть ты крупица, но весь этот мир Господь создал именно для тебя. Душа человека должна быть спокойной, как эта речка. Для того, чтобы если случится какое-нибудь испытание, то есть испытание изобразимое, как камень, его кидают в воду, а вода проглатывает и гладь сглаживается. Так и человеческая душа должна быть. Сплав не только помог ребятам взрасти личностно, но самое главное – духовно. Среди участников слета было несколько священников, с которыми молодежь смогла подружиться и открыто и не спеша пообщаться на личные духовные темы. Не раз ребята смогли убедиться и в силе соборной молитвы. Сейчас и Борис затопило, и Мин затопило, и Борисов затопило. Мы вместе встали, вместе помолились. Как облак, уставе водное, влияние. И вы знаете, ну вот пока мы плыли, ну ни одной капли не упало. Одной из стоянок организаторы слета сделали на Брилевском поле, где в 1812 году русские войска разбили армию Наполеона. После увлекательной экскурсии по памятным местам в память о погибших воинах участники слета служили за упокойную ретину. Всех погибших во время войны 1812 года и всех изделия ныне напоминаемых и сотворим вечную память. Во время путешествия по реке ребята и общались, и пели песни, устраивали соревнования на плотах. А вечером дружно собирались у костра, где под гитару делились радостью о проведенном дне. Настоящим праздником стал приезд последний вечер пред окончанием слета епископа Борисовского и Марионогорского Вениамина. Несколько часов Владыка с любовью общался с молодежью, отвечая на вопросы ребят. Важно, чтобы вы постарались иметь авторитет в своем кругу не от того, что вы следуете толпе. Все так, значит и я так. А то, что вы имеете свое мнение. Все так, а я не так. Я по-другому на это смотрю. Мне это не надо. Нет, нет. Сплав завершился. Его духовные семена непременно дадут свои всходы, уверены организаторы и сами ребята. Пока же они неустанно делятся воспоминаниями о волшебных днях, проведенных в христианской семье на луне природы. И теперь, Христос воскресе! Боисе! Информационный православный портал Собор Бай для телеканала Союз.